Всем привет! Меня зовут Харитонова Алена и я являюсь персональным тренером тренажерного зала Лесс Фитнес. Чаще всего девушки, которые приходят в тренажерный зал, просят помочь им накачать ягодицы или создать рельеф. Сегодня мы с вами разберем комплекс упражнений, который должна делать каждая девушка, которая хочет иметь подтянутые красивые ягодицы. В зависимости от того, что вы хотите, создать рельеф или накачать попу, мы будем уже варьировать количество повторений и веса. Итак, базовыми упражнениями для проработки передней, задней поверхности бедра и ягодичных мышц будут присед, румынская тяга, выпады и махи. Также обратите внимание на то, что если вы выполняете эти упражнения, вы должны быть абсолютно уверены в отсутствии у вас противопоказаний. Протрузии и иные противопоказания, которые исключают осевую нагрузку. Первое из базовых движений, которое мы разберем сегодня, будут приседания со штангой. Кладем гриф на трапециевидные мышцы, не на шейные позвонки. Первым движением отводим таз назад, перенося вес на пятки. Сохраняя естественный прогиб в пояснице, присаживаемся до параллели с полом. Делаем вдох в фазе движения вниз, выдох вверх. Второе упражнение, которое мы с вами разберем, это румынская тяга. В большей степени она направлена на развитие задней поверхности бедра и ягодичных. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, носки чуть-чуть разворачиваем в сторону. Хват чуть шире плеч. Колени сгибаем, лопатки сведены. Ведем штангу строго вдоль ног, отводя таз назад. Вес переносим на пятки. Опускаем штангу чуть ниже колена. Более резким движением возвращаемся в исходную точку, прожимая ягодицы. Когда возвращаемся, подаем таз вперед. Спину не округляем. Держим лопатки всегда сведенными. Также вдох в фазе движения вниз. Выдох наверху. Третье упражнение – это выпады. Многие девушки ленятся делать это упражнение. А зря. Именно выпады дают нам возможность приподнять ягодицы и избавиться от этой пресловутой складки под ними. Итак, исходное положение – ноги на ширине плеч. Делаем шаг вперед. Сгибаем ногу, которая находится сзади, и следим, чтобы на передней ноге колено было строго над пяткой. Корпус наклоняем чуть вперед. Это нам дает возможность растянуть внешнюю поверхность бедра. Отталкиваемся пяткой и делаем то же самое с другой ногой. Руки можно держать перед собой, либо взять вес. Например, гантели. Если вы чувствуете, что вам тяжело держать положение, и вы начинаете терять равновесие, тогда делаем шаг чуть-чуть в сторону. Обязательно переносим вес на пятку. И заключительное упражнение, которое мы разберем с вами – это махи. Махи нацелены в большей степени на проработку верха ягодиц. Как и выпадов, их существует огромное множество. И сегодня мы с вами разберем один из традиционных видов, которые вы можете выполнять как дома, так и в тренажерном зале – на коврике с утяжелителями. Поехали. Опускаемся на коврик, создаем себе точки опоры. Делаем мах назад, толкаем пяткой, как будто бы невидимую стену, задерживаемся в верхней точке на три счета. Возвращаем ногу в исходное положение. Как и в любом упражнении, выдох осуществляем на усилии. Делаем 20 повторений на каждую ногу. Итак, сегодня мы с вами разобрали 4 базовых упражнения, которые должна делать каждая девушка, которая хочет красивые ягодицы. Если вы хотите накачать фоку, в таком случае работаем на маленькое количество повторений – 6-10 с большим весом. Если же вы работаете на рельеф, делаем 15-20 повторений с весом 60-70% от вашего рабочего. Вас тренировала Алена. Увидимся в следующих выпусках. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Пока!